В Чувашии установят новый статус сельских старост. В деревнях они были всегда, но законодательно назначаются впервые. Главная задача староста – организовать эффективное взаимодействие между жителями и органами местного самоуправления. Этот и другие вопросы обсудили на заседании правительства республики. В повестке дня Кабинета министров утверждение коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 2019 год. Он касается исчислений НДФЛ для иностранцев, работающих на территории Чувашии без визы на основании патентов. Рассчитывается как фиксированный авансовый платеж. Оно рассчитывается исходя из фиксированного платежа 1200, который утвержден также налоговым кодексом. Умножается на коэффициент дефлятора, который ежегодно утверждается в Министерстве экономической выразительной Российской Федерации, и на региональный коэффициент, который утверждается ежегодно субъектами Российской Федерации. Региональный коэффициент оставили такой же, как и в предыдущие годы – два. Сумма оплаты налога для иностранных граждан в итоге получается 4200 рублей. Все деньги идут в бюджет региона. Кроме того, в Чувашии до 31 декабря на всех рабочих местах должна быть завершена специальная оценка труда. Проводят ее шесть специализированных организаций, аккредитованные Министерством труда Республики. Правда, многие работодатели еще не позаботились об оценке или провели ее формально. Мы, соответственно, с поручением правительства Российской Федерации провели проверки этих организаций. И в одной из организаций выявили тот факт, что один эксперт в один и тот же день, используя один и тот же прибор, провел измерения в трех различных городах Российской Федерации. Вот этот факт свидетельствует о том, что возможный формальный подход. И поэтому хочу работодателю пересторечь. Инспекция труда в Чувашской Республике будет проводить мероприятие по отмене специальных оценок результатов, специальной оценке условий труда, как по несчастным случаям, так и по фактическим ее проведениям. Эта работа у нас начата. Неадекватная оценка условий труда работников может привести к невыплате компенсаций за вредность. Исправить ошибки еще можно. А вот с 1 января 2019 года уже начнутся проверки. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.